Здравствуйте! Тканевые ролеты. Такие своеобразные шторы. Они сделаны из материала с пылеотталкивающим эффектом и располагают их вертикально. Поэтому в сравнении с горизонтальными жалюзи грязью они не покрываются так быстро. Оптимальный вариант ухода за подобными шторами пройтись по поверхности ролета пылесосом. Обычно для этого используют насадку с мягким ворсом, чтобы избежать повреждений полотна штор. А сухие загрязненные места на этой ткани можно потереть ластиком белого цвета, не применяя лишних усилий, чтобы сам ластик уже не оставил следов. А как же ухаживать за подобными шторами, если на них все-таки появилась грязь, жир или следы каких-то детских шалостей? Для того, чтобы постирать эту штору, ее все-таки нужно снять. Снимают подобную штору вместе с валиком, на которой она намотана. Для мытья подобной шторы нужно сделать моющий раствор. Взять моющий гель или какое-то другое мягкое средство, развестись теплой водой и наносить губкой на штору круговыми движениями, вымывая грязь. Затем этот мыльный слой тщательно нужно удалить влажной отжатой губочкой, а потом штору вытереть насухо. Сушить подобную штору можно только в расправленном виде. После стирки ее следует оставить в ванне, чтобы стекла вода, если вы ее обрабатывали большим количеством воды. Нельзя пользоваться абразивными средствами, жесткими щетками, какими-то растворителями, отбеливателями. И мыть такую штору следует без нажима. Не рекомендуется снимать ткань с валика, потому что это может поспособствовать ее деформированию. И если все-таки заломы образовались, то можно попытаться их устранить. Нужно деликатно прикасаться к месту сгиба не очень горячим утюгом через какую-то мягкую тряпочку или марлю. И вообще перед применением какого-либо моющего средства желательно проверять его действие в каком-то незаметном месте полотна, чтобы убедиться, что воздействие безвредно.